Слава алейкум, рахмату Аллаху, мои друзья, у нас сегодня новинка для вас. Мы впервые в нашей истории, истории нашего исторического центра запускаем студийный именно эфир. И посвящаем этот эфир, конечно, дню рождения великого имама, имама Шамиля. Есть версия, что имам родился 25 июня, есть версия 26 июня. И сегодня мы этот вопрос в том числе поднимем с руководителем Центра исторического исследования брата истории, Марадула Дадаевым, который нам расскажет об этом в том числе. Марадула Хаже, первый вопрос у нас такой. Мы знаем, что ежегодно, как День памяти Машамиля отмечается 4 февраля, собираются общественные деятели, историки, бывают выступления. Как вы вообще прокомментируете это 4 февраля? Мы знаем, что 4 февраля – это одна из версий даты смерти имама. И стоит ли все эти мероприятия переносить на 26 июня? Как вы считаете? Бسم الله الرحمن الرحيم. Как мы знаем, этот вопрос затрагивает многие люди, в том числе мы очень часто находим в соцсетях обсуждение насчет этого. И сегодня, на самом деле, мы хотим, как сказать, поставить жирную точку над этим вопросом. Почему? Потому что, хотя это на первый взгляд не особо важно, но все-таки, когда мы можем сделать какое-либо дело, которое мы знаем, сделать его правильно, это будет и правильно. Поэтому, почему именно 4 февраля, вот эта дата, почему выбрали в Дагестане? В первую очередь хочу сказать, 4 февраль – это на самом деле является день, который этот день перешел в мир иной, имам Шамвель. А почему есть другие версии? И причиной этой является то, что в 1918 году Россия, она перешла на гергорианский календарь от Юлианского. Хотя в Европе, ну, в Европе это еще раньше они переходили, но Россия, она позже. Это был 1918 год, то есть 1918 год, и поэтому из-за этого получаются вот эти потенции. Потенции именно в датах, цифрах. 4 февраль – это правильно по юлианскому календарю. А если мы сегодня, до сегодняшнего и дальше будем использовать гергорианский календарь, эта дата получается где-то 16 февраля. И там тоже есть такая тонкость. Между юлианским и гергорианским, как и лунным календарем, тоже идут медленные процессы, то есть изменения. Например, лет 100 назад это было 10 дней. Было 11 дней, вот в наше время 12 дней разница. То есть как в лунном календаре там тоже есть какие-то изменения. Да, в лунном календаре это мы замечаем там каждый год уже по 10 дней. А здесь тоже какие-то происходят. Да, но очень медленно. Поэтому вот, как сказать, тайна скрывается в этом. Поэтому вот в наше время, если мы будем правильно рассматривать, это по-гергориански будет 16 февраля. Далее, почему именно вот эта дата? Вообще по календарю хиджри тоже есть разные мнения. Первый из них я скажу, что то, что написал Мухаммад аль-Карахи в своем книге Барик Атусуев. Он от слова от Абдуллы Сугуринского там рассказывает, что имам Шамвир, рахмаллах, он перешел в мир иной 10 числа месяца Зульхиджа. Но еще есть другие версии, и их много. Их много. Я даже здесь отметил. Первый из них является от почерка Малахусейна аль-Гимрави, Гимринского. Он, когда побывал на территории Баб-Иа, он переписал от могилы имама Шамвиля, то есть от огромного камня, и там есть дата 1287 год, то, что соответствует 1871 году, месяц Зульхайда, 25 число. То есть мы отходим уже от, получается, Зульхиджа, во-первых. И я обращаю внимание наших телезрителей. Обратите внимание, что когда-то был памятник, могильная плита имама Шамиля, рахмаллах, и там отчетливо было видно дата его перехода в мир иной. Вообще, обращаю внимание, что на кладбище Балтыр, отличие от сегодняшнего дня, есть, были плиты, а сейчас камни остались. Да. Ну, причины этого мы знаем. И здесь надо внимательно слушать, потому что есть сложности. Вот 25-й Зульхайда. Дальше турецкий историк Тариф Мумтаз, он в своем книге пишет, что это был 25-й тоже Зульхайда, 1287 год, и он добавляет там Явмуль-Арби'а, среда, то есть это была среда. В другом, в другой источнике еще, Абдурахман Аль-Гумуқи, Казикумуқский, который являлся зятем имама Шамиля, он тоже приводит день среда. Также мы нашли еще другой рукопис, это известный ученый в Дагестане, Амир Али из Алмака, он пишет в своей книге, то есть, ну, такой листок есть, иншаллах покажем ее, он там пишет, что он посетил Медину, видимо, он хаджи был, не видимо, а он был хаджи, и он пишет, что когда находился город Медине, он посетил могилу имама Шамиля, и он тоже упоминает там уже 24-е, 24-е число, тот же самый год, 1287-й год, то есть годы и месяцы нет сомнений, а вот 25-е и 24-е, и этом тоже есть объяснение. Вот хиджра, когда пророк Саусалам взял хиджру, то с этого времени до правления Умара, мусульмане не использовали вот именно этот календарь. И календарь был использован, поэтому говорят, первый человек, который установил дату, то есть месяц лета исчисления, это был среди мусульман Умара Луану. И было начато оно с того дня, когда пророк Саусалам переселился. И там тоже есть хиляф, когда мы переносим их другие календари. Это получается то же самое 15-й июнь и 16-й июнь. И некоторые, вот в основном то время, в Аравийском полуострове использовали первый вариант, 15-й, а у нас на территории Кавказа общепринято было 16-й. Поэтому вот здесь тоже, там нет ошибки, 24-й и 25-й, вот первоначально может казаться, что это как бы да, ошибка в нем. А какая правильная? А там ошибки нету. Это просто одни взяли вот 15-е число, а те, которые у нас, ну основном в Дагестане, это связано с тем, что у нас основной связь было с Ираком и близлежащим Шамом. И поэтому из-за того, что они тоже так же использовали, у нас это использовали на один день позже. Поэтому вот скроется. Основное, то, что мы исходим, исходная точка, это является среда. Да, и среда этот день, вот хоть это будет 24-й как принят, или 25-й, там разницы нету, поэтому это получается день среда. В общем, в итоге, что мы хотим сказать, по версии, которую Мухаммад Р. Аль-Карахи пишет от слова Абдулы, это у нас получается 2-й марта. Дата получается 2-го марта, то же самое год, это еще 287-й год, что соответствует 1871 году. И другая версия, которую мы уже перечислили от нескольких источников, это получается у нас день 25-й или 24-й, месяц Азул-Кайда, день среда. Поэтому соответствие здесь есть. И если рассматриваем по-грегорианскому этому календарю, это получается у нас 16-го февраля. Поэтому, подытоживаю, хочу сказать, вот изначально, вот то, что 4-й февраль, мы как-то, отмечаем День памяти имама Шамиля, это неправильно, и правильно будет, если мы уже, как бы, используем календарь григорианский. Если мы как-то отмечаем этот день, то это получается 16-й февраль. Но, тем не менее, здесь возникает вопрос, и этот вопрос, то, что меня тоже беспокоит. Часто я этот вопрос многим историкам тоже задавал, многие из них и поддерживали мое мнение. Вообще, стоит ли праздновать День смерти человека? У нас исламы, даже не только исламы и других, общепринято, как бы, да, отмечают, как-то выделят День рождения, да. День рождения человека. Мы, например, День рождения нашего пророка отмечаем, День других ученых. Мы это День, ну, хотя бы, по меньшей мере, читаем Сурату-Фатих, Сурату-Ихляст три раза, делаем дуа за них. Споминаем. Да, вспоминаем. Поэтому, я думаю, чем отметить День смерти имама Шамиля, было бы лучше, как вида, уже переходить, отмечать, ну, хотя бы, крайне случайно, как мы сказали, отмечать, это надо правильно понимать, День рождения великого имама. И это у нас получается, как Джамал Дин Казакумовский, сын Абдурахман, с вами, в Освобинах пишет, это 1212 год, по хиджре, первый мухаррам. И первый мухаррам, здесь он, как бы, да, сравнивая с киргарианским, то есть, с тем календарем, когда то время использовали, как бы, подгонял, видимо, к этому, но в любом случае, он человек, который пишет определенную дату, это дата первой мухаррам 1212 года, что соответствует 1797 году, 26 июня, что уже, как бы, уже близко. Это получается 25 июнь, если мы будем использовать первую версию, вторую версию использовать, это будет 26 июнь. У нас, общепринято, на день позже, как бы, вот, перечислят. Как понимают наши телезрители, не все однозначно, есть версии разные, да, вы сказали про 16 февраля, сказали 2 марта, и второй момент, продолжать нашу историческую центру, это обращение к научному сообществу, обращение к нашим общественникам, давайте переносить, отмечать день рождения имама Шамиля, именно день рождения, выделять именно день рождения, а не день смерти. И, как сказал Мардул Хажи, это и соответствует шариату. Мардул Хачевич, еще вопрос, раз мы затронули персоны имама Шамиля, вот, многие знают его как общественного деятеля, как религиозного деятеля, политического деятеля, полководца, но, мало что о нем известно, про его юношество, детство, рождение, отрочество. Каким он был до того, как он получил такой титул, да, имама? Ким был его рождение? Это вопрос, который многих заинтересует. Родился он в селе Гимри, как это пишет, опять-таки, мы сегодня, основной источник у нас это книга Абдурахмана, воспоминания Абдурахмана Казикумовского, также есть книга про имама Шамиля, который написал Мухаммад Наби Ибрагимов, историк из самого Гимри. Современных. Современных, да. И как Абдурахман пишет, родился, говорит, имам Шамиль Рахмаллах, третий имам Дагестана, он родился селены Гимри, от отца гимринца, который звали Денга Мухаммад, и матери Ашильтинки, который звали Бахумиседу. Бахумиседу, она была известной рода, его предком был монтаж из Ашильта, он был очень известным человеком, и род его называлось род Перпудахбека, вот это, вот в таком Тухуме она родилась. Дед его в пятом колене был, говорит, Али из Казикумуха, пятый дед, это, как видо, и указывает благородное происхождение имама Шамиля, то есть с материнской стороны тоже, он, вот пятый дед его Али, он был из рода Аббаса, как нам известно, от Аббаса, она находилась в природах Ашильта, и там некоторое время она находилась с ним, это от Нераваят, есть другая версия, которую Мухаммад пишет, что он родился именно в Гемрах, Аллах лучше знает этот вопрос, но как бы там не было, он уже шестилетний, 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 семилетний возраст, уже отец и мать его дали обучать Курану, и как бы вот такой интересный момент, то, что он там пишет, хотя вот Газим Мухаммад уже в будущем первый имам Дагестана, он всего лишь на 3-4 года был старше Шамиля, но тем не менее он был его первым учителем, получается, первым учителем, имеется в седу вот после Курана, вот первоначальные книги он обучал у него. Они вот Газим Мухаммад и Шамиль, хотя возраст такой был, они были очень такими закатичными друзьями, они ни на минуту даже не отходили, даже здесь Абдурахман упоминает, они как будто говорят, дети одних родителей, как братья, они говорят, не отходили друг от друга, но тем не менее, как обычно в юношеском возрасте бывают, вот иногда говорят, у них между ними и диспуты бывали и по науке и по другим делам, где проявляются спортивные стороны, спортивные интересы, и он говорит, пишет, что чаще всего говорят, Шамиль, хотя младше был, он выигрывал, но Газим Мухаммад тоже его выигрывал. Ну так Говорят о его физической силе? Да, да, вот как раз так я здесь хочу отметить сразу, раз вы уже сказали, вот, следите за нашим каналом, у нас будет вот такие, такие видеоролики, которые мы будем отдельно снимать про его спортивную часть, цикл, да, будет отдельно, как он начал изучать науки, и до чего он достиг, вот это у нас будут отдельные темы, мы здесь сегодня только затрагиваем. Родители, когда родился будущий такой великий человек, назвали его именем Али, то есть предком Шамиля, но в самом же вот таком раннем детстве он был таким слабым, часто болел, и у нас в Тагестане был такой обычай, что когда дети часто начинали болеть, и меняли имена, имена, поэтому родители Шамиля тоже они дали им имя Шамиль, то есть они добавили к этому имени Шамиль, его первоначально называли Шамиль Али, потом уже как обычно для облегчения Али бросили, Шамиль осталось. Двойное имя, что называется. Да, и здесь еще такой важный момент, который я хочу отметить, вот имя Шамиль, вот Мухаммад Наби Ибрагимов, он пишет, что с материнской стороны дядя, по-моему, был, у него было имя Шамиль, который он умер в молодости, а здесь вот Абдурахман, он пишет, что это имя не было известно, да, на территории, на этом округе, но тем не менее, ему было такое имя. И здесь Абдурахман Казыкомовский пишет такое, то есть первоначальное имя, говорит, его было Али, и потом, когда болезнь его не покидала постоянно из-за того, что он болел, гайярую исмаху аля адады Дагестан, по обычаю, дагестанцы, говорит, его имя поменяли на другое имя, и они назвали, говорит, его именем Шамиль, потом, называли Шамиль Али, потом выбросили Али, как мы уже сказали, в фильме Хаурати, ва-бак-э-шамвиль, после этого, говорит, он пишет, ва-бак-э-шамвиль, ва-ля-мьюджед возрасте начал обучать науке, и особенно, когда он начал читать Тафсиры, то есть, толкование Корана, он там находит, что имя Шамиль это является Галат, то есть, ошибкой Бальхуа Шамвиль, то есть, это имя произносится как Шамвиль, и Исмунабиен Мин Амбияи Бани Исраэль, то есть, это говорит имя одного пророка из пророков, которые были неспосланы израильтянам. И когда он узнал, что его имя соответствует имени пророка, от этого он очень сильно обрадовался и до сих пор он себя называет Шамвилем. То есть, на это должны обратить внимание, вот, письмах имама Шамиля, вот, из того, что я видел, в двух, троих письмах есть Шамиль, а остальных письмах пишется или имам Шамвиль или Мин Амир Минин Шамвиль. Он всегда любил произносить имя правильно. Вот у нас в дагестанстве есть такой обычай адат, но часто мы при произношении допускаем ошибки. Например, имя Рамадан мы произносим Лабазан. Вот, например, слово Калды мы говорим Хадей. Вот такие изменения есть. Даже вот у каждого человека имя Мухаммад произнести по-разному. Кто-то Мухаммад говорит, то есть Мухаммад говорит. Или Магомед говорит. Поэтому имам Шамвиль был английский Лабазан. Его имя Лабазан было первоначально, но когда имам Шамвиль писал ему письма или же обращался к нему, он произносил это правильно. Рамадан. Также известно, что имя Мухаммад Аль-Карахи у него изначально имя был Мухаммад Иллау. Потом имам Шамвиль ему сказал, что имя должно соответствовать тебе и назвал его Мухаммад Ахир. То есть как Фроксус менял имена своим сахабам, он тоже менял наибам своим сторонником. Всех ученых шейхов, я то, что заметил, они особое внимание уделяют именам. Ну, друзья мои, мы сегодня очень многое поняли, открыли для себя. Во-первых, до сих пор не утихает спор насчет даты перехода в мир иной. Даты рождения в меньшей степени 26 июня или 25 июня. Мы сегодня поняли, что изначально имам Шамиля Зуали Али это больше известный факт, а вот Шамиль Али это менее известный факт, что так его в таком виде это имя произносили. И, конечно, Шамвиль тоже некоторые поднимают споры, говорят, как этот Шамвиль, откуда вы это взяли? Вот, вот Абдурахм Казахмузский и вот Аскерат воспоминания здесь все нам открывают. И этот Шамвиль один из пророков из Бану Исраиля. Баркалам, бардуллахаживам за то, что вы открыли нам или сколько фактов сегодня. И мы только начинаем наш путь, будут дальше студийный эфир у нас, иншаллах, и будет больше фактов. Подписывайтесь на наш канал, наш YouTube-канал Врата Истории. Вальхамдалля Рубля Алимин.